В шестом выпуске Трибунала мы продолжаем разбирать спорные моменты. Самым скандальным матчем девятого тура вышла игра между Снежными Барсами и Алтаем. Началась она с довольно спорного пенальти в ворота Снежных Барсов. В этом эпизоде, на наш взгляд, первый отталкивает руками Сычев. И в ответ на это Олынник вынужден заварить Сычева. На наш субъективный взгляд, нарушение должно было бы быть поставлено в пользу Снежных Барсов чуть раньше. Но арбитр означает пенальти. В этом эпизоде мы хотим обратить внимание не на работу судей, а на работу защитников. Остается только удивляться, как при угловом, в самом центре штрафной, нападающий может из самой убойной позиции при угловом нанести удар. Много споров вызвал момент с забитым голом Снежных Барсов. Однако в этом эпизоде Леонид Гаврилюк четко разобрался в ситуации. И Геазарян в мяч не играет, а Киселев использует ошибку Алтая при создании искусственного офсайда. В этой ситуации налицо ошибка линейного арбитра. Во время удара Довголь не находится в положении вне игры, поэтому гол должен быть защитан. В этих моментах обращаем внимание на неспортивное поведение Сычева и Бенедиктова. Проигрывать нужно уметь достойно. Матч Миргород-Демченко. В этом эпизоде хотим разобрать игру вратаря Данила Тарасова, который здорово провел этот матч. Однако в этом эпизоде он банально отворачивается от мяча. В этом эпизоде попадание мяча в руку защитника очевидно. Много споров вызвал момент с незасчитанным голом команды Демченко. На повторе видно, что мяч от газона все-таки отскакивает в руку Худякову. В этом моменте хотим отметить работу Трухановича. Мяч, безусловно, попадает в руку Маносяну, но она является точкой опоры. Поэтому, согласно правилам, назначать пенальти в этой ситуации будет неверно. В этой ситуации назначение, пенальти и вторая желтая карточка абсолютно справедливы. А в этом эпизоде Роман Труханович все же упускает откровенные нарушения. Кондаков, конечно же, бьет Маносяна по ногам. Шестой выпуск трибунала подготовили Артем Тарасов, Александр Суровцев, Владимир Беспалов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова